Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Мистер Босс! Сегодня у нас с вами будет необычное такое немножко видео. У нас сегодня в преддверии 23 февраля, да, поздравляю всех с 23 февраля, у нас сегодня будет интересная такая распаковка, распаковка испанского, ребята, сухпайка. Настоящий испанский сухпайок, как они питаются. У нас здесь есть с вами завтрак, завтрак, обед, соответственно, да, и ужин. Как вы видите, у нас здесь идет, в общем, вот, получил я посылку прям буквально на днях, заказал это дело, и сейчас вместе с вами все это распакуем и все это дело посмотрим, значит. Убираем посылку, и что мы с вами здесь наблюдаем? У нас здесь идет три таких рациона, ребят. Во-первых, они по весу отличаются, да. Вот это у нас идет, здесь прямо написано, брекфаст-завтрак, да, арсион индивидуаль де комбата. То есть это настоящий такой сухпайок испанский, значит, это у нас идет брекфаст-завтрак. Это у нас идет ланч, значит, B3, это у нас идет, видимо, обед, да. И A2, это у нас идет такой ужин. По весу, ну, скажу так, разница в весе ощутимая. То есть вот этот, что у нас идет на завтрак, он прям легонький. И этот гораздо потяжелее. Здесь написано еще, кстати говоря, вот так камера видна, наверное, будет, да, НАТО АПРОВЭТ, то есть НАТО, войска НАТО, это типа подтвердили, все в порядке, мол, и можно это использовать. То есть у нас здесь идет герб Испании и герб Национальной Гвардии, да. Ну что, начнем тогда, пожалуй, давайте с завтрака. Срок годности у нас идет здесь до апреля 2020 года. Вот здесь, обратите внимание, мелко написано, да. Какое меню, здесь не написано. Вообще, есть еще по категориям, тут, ребята, идет менюшки, вот эти, обед А1 до А6. Разные, то есть 6 меню выбираешь. И, соответственно, на ужин также B1, B6, да, здесь B3. Мне просто рандомно, я написал, чтобы рандомно положили. И рандомно мне вот так это дело здесь оформили. Ну что, друзья, начинаем с завтрака. Будем открывать, будем пробовать. Время обеда у нас как раз пришло. Сейчас мы это дело с вами все вместе опробуем и сравним, кто ел там российские, украинские сухпайки, да. А мы с вами посмотрим, как выглядит у нас сухпайок испанский, да. Значит, открываем, смотрим, что у нас идет здесь в комплекте. Вот как раз менюшка расписана. Это у нас и здесь написано, что Pétit de Juner Breakfast 5. Что у нас входит в 5-е меню, короче. У нас здесь с вами идет кофе, кофе Инстанета. Это 2 пакетика кофе, в принципе, черный кофе, по 2 грамма. Вот такой кофе, 2 пакетика кофе у нас здесь идет. Заварим, попробуем попозже, да. Здесь также идет в комплекте у нас, значит, кофе, 3 молока должно быть, 1 таблетка априкота, 1 пакет сладкий бисквит, 1 шоколад с молоком, что-то вот такое, еще всякие аксессуары здесь будут. То есть, такой у нас легкий завтрак, попить кофе. Здесь у нас как раз идет конфитюр. Здесь идет как раз конфитюр. Здесь у нас идут комплект спичек. Комплект спичек 20 штук, да, идет у нас здесь. Здесь у нас идет 2 таблетки. 2 таблетки. И это у меня Diburada de Aqua. Это, ребята, очиститель типа воды. Кидаешь таблетку, очищает воду и спокойно это дело выпивается, да. Далее у нас идет лечо конденсада. Это сгущенка, да-да-да. Я еще думал, как это назвать по-русски. Это реально сгущенка, которая здесь в принципе не продается, да. Покупается только она в русских магазинах. И это на самом деле идет сгущенка с кофем попить, ребята. Здесь у нас идет с вами крема Dental Floodorado. Это зубная паста. Зубная паста, а здесь зубная щетка. Посмотрите, ребята, в комплекте идет вот такая разборная зубная щетка. Жестко щетиной такой, да. Обратите внимание. Посмотрите, вот такая идет у нас зубная щетка. Ребята, интересно это дело выглядит на самом деле. Зубы почистить. И вот у нас непосредственно зубная паста здесь идет в комплекте. Ладно, это мы все потом будем чистить. Влажная салфетка идет в комплекте. Это у нас дезинфекция. Тоже какая-то идет дезинфекция. Причем там идет какая-то насыпная такая, что-то очищать. И еще у нас идет, смотрите, сколько сгущенки, ребята. Три пакета со сгущенкой по 25 грамм. Я вообще просто сейчас не знаю. Я завтрак, наверное, есть не буду. Идут это у нас для розжига, да. То есть здесь у нас должен быть таганок, что ли, я так понимаю, еще, да. Да, посмотрите. Вот идет у нас мангал наш. Таганок так называемый, да. Его, видимо, собираем. И для него у нас идут здесь розжиг, чтобы разогреть, чтобы сделать кофе. Два пакетика с кофе, да. Собрать таганок, в принципе, удобно. В принципе, понятно. И разогревать кофе. Но сейчас мы кофе на нем греть не будем. Я сейчас все-таки думаю, ребят, что мы с вами сделаем... Скорее всего, откроем, наверное, просто бумажная еще салфетка. Скорее всего, откроем обед, начнем с обеда, чтобы сладкий сейчас не кушать. Здесь у нас идет шоколад с молоком. И здесь у нас идет галета дульсия. Галета дульсия – это сладкое печенье. Давайте я вам все это открою, сейчас покажу. В принципе, кофе заваривать не будем. А это дело все покажу, все расскажу. Вот у нас идет здесь сладкое печенье галета дульсия. То стадо называется. На самом деле, ребята, приятного аппетита всем, с праздников. На самом деле, сладкое печенье. Здесь у нас идет еще чиклик. А, это у нас это, жвачка. Жвачка тоже ее в конце, давайте с вами откроем. Здесь у нас шоколад, шоколад молочный, чисто молочный шоколад, посмотрите. Такая долька идет здесь, да? Большие две дольки у нас идут. Прям реально, прям реально молочный шоколад, ребят. Таблетки для рожига и таганок мы с вами откладываем пока, друзья, в сторонку. На обед мы это с вами сейчас, скорее всего, воспользуемся. Салфетки идет комплект. Три упаковки сгущенки, ребята, посмотрите. Лечик конденсада, да? Это именно сгущенка здесь идет. Пока тоже не открывают сладкое. Это мы после обеда с вами посмотрим. Значит, кофе, кофе, спички убираем. Здесь у нас, скорее всего, какое-то желе. Да, идет желе. Я, кстати, здесь ложечку тоже взял. Здесь у нас идет... Это у нас, ребята, персиковый джем. Персиковый джем, сладенький, вкусенький. Убираем его тоже в сторонку. А вот это... Сабр-лимон. А вот это давайте глянем, что такое. Я реально не пойму, что это по переводу. А-а-а-а... Сабр. Сабр это типа пудра, это типа сахар, короче. Сахар, да-да-да, сабр типа пудры такой идет. Лимонная пудра. То есть на печенье мы намазываем с вами вот этот джем. На печенье, да? Намазываем джем. Сгущенка. Шоколадка. Кофе. Ну, короче, такой завтрак, знаешь... А, и зубки почистили, да? То есть завтрак такой не сильно, я вам скажу, да? Больше упор сделан на сладости, чтобы типа... Чтобы типа нам с утра получить больше сладости, ребят. Да? Ну, не знаю. С одной стороны, да, наверное, так и должно быть. То есть на завтрак мы больше сладкого съедаем, чтобы потом не поправляться. Да? Теперь давайте дойдем с вами, разберем обед. Смотрите, вот такой у нас идет обед. Индивидуальный комбат рациона. Хорошо. Он индивидуальный комбат. Обед. А2 выбранный. Что сюда входит, я так же не знаю. Так же выглядит упаковка. Но она, ребята, намного тяжелее. По размеру чуть побольше. Но она, самое главное, реально тяжелее. Прям на порядок тяжелее. Я думаю, что-то у нас здесь уже, наверное, будет такое съестное. Не сладкое, скажем так, да? Как было в этом. Здесь у нас что-то будет, наверное, посерьезнее. Вот. Комида А. Меню 2, ребята. Здесь уже сразу, что нам бросается в глаза, взятим несколько инструкций министра, министерства защиты. Ланч А. Меню номер 2. Один куриный паста инстант суп. То есть у нас идет здесь суп. Вот он. Вот этот суп, видимо, мы сейчас с вами в тарелочку, в кружку зальем. И я думаю, кипяточком мы его сейчас там сделаем. Такой супчик сейчас заварим. Здесь у нас идет 3 таблетки. И, кстати, одна была, зараза, смотри, немножко скрыта. Видимо, банку ударилась. Да, и здесь вот эти таблетки для розжига немного у нас оказались скрытыми, ребята. Далее у нас идет также дезинфекция. И вот банка, которую мы с вами сейчас постараемся, я думаю, разогреть, посмотреть, что у нас здесь находится. Здесь у нас второе блюдо, это... Стайл стюм. Еще тунец у нас здесь есть. Да, вот, смотри-ка, ребят. Еще у нас здесь тунец, видимо, есть, я так понимаю, да. Здесь у нас идет... Кальмарес. Здесь у нас идет банка кальмаров, ребят. Банка кальмаров. До октября 2022 года действует. Кальмары тоже сейчас мы с вами разогреем. Здесь у нас идет... Я не совсем понимаю, что это такое. Потоголего. Будем открывать, смотреть, что это такое. Сейчас пробовать. Постараюсь это дело даже, может быть, немножко разогреть, ребята. Далее у нас идет эстоник диафактан и витамин С. Выпить витамин С. Также идут у нас здесь комплекты спичек, ребята. Сейчас, секунду. Канди, выключим жара. Также у нас идут здесь еще один витамин С. То есть это заливаешь в стакан, да, и запиваешь. Витамин С третий, витамин С четвертый. Реально до хера что-то слишком витаминов. Также у нас здесь идет зубная паста. Ну, так как мы с утра с вами уже получили зубную щетку, то здесь уже в комплекте ее, ребята, нет. Идет салфетка сухая. Причем 10 салфеток здесь идет в комплекте, как написано. И идет крем мембрила. Это у нас персиковый, да. Это у нас персиковый крем, ребята. Вот такой еще идет. Тоже его намазать на печенье, видимо, либо куда. Потому что здесь у нас уже в комплекте, к сожалению, нет. Также на дне здесь идет у нас таганок. Сейчас соберем таганок, короче, и попробуем это дело разжечь. И попробуем это дело разогреть. Все, короче, поглядим, что у нас из этого получится. Вперед, погнали, ребята. Заварил супчик, ребята. В общем, вот так это дело выглядит. Он запах, короче, у него полностью такой, знаешь, фасолевый суп. То есть там прям фасоль. И вот, как вы видите, здесь кусочки мяса лежат. И прям фасолины лежат. Не знаю, пробовать. Сейчас попробую, конечно. Но по запаху, конечно, вот эта фасоль явно прям на любителя, друзья. Сейчас попробуем разжечь, короче. И приготовить. И приготовить наше блюдо, ребята. И приготовить наше второе блюдо, скажем так, основное блюдо. Посмотрим, что из этого вообще получится у нас. Спичку просто, в принципе, на рожек положил, да, на этот, на таблетку, да. Она пошла у нас разжигаться. Ну и сейчас сверху просто аккуратненько поставим, давайте, банку. Нагреем ее. Я не знаю, сколько здесь в инструкции написано, не написано. Сейчас посмотрим. Может быть, что-то подробно тут даже у нас и рассказывается. Ну, вроде как, ни слова здесь нету. Ну, воду он обеззараживает, если надо. Вот этот у нас здесь обеззараживатель. Воды несколько штук лежало. Ну, в общем, просто погреем. Воду, кстати, 30 минут здесь написано, нужно делать, да. То есть сейчас мы вот это вытащим. Еще раз я вам покажу. Пока у нас здесь с вами все это дело вот разогревается, да, потихонечку банка. В общем, пусть стоит. А здесь идет, значит, джем. Тоже мы с вами обязательно, ребята, попробуем. Что у нас закоптилось здесь? Давай, давай, грейся. Сейчас мы с вами горяченько здесь, братва, покушаем. Вот у нас идет. Это витамин С. Это витамин С. Потом запить. Обязательно попробую. Тоже холодной водой, наверное, это дело все разбавлю. И вот у нас идет тоже здесь, кстати, таблетка Steamroll. Таблетка D-Roll Steamroll. Тоже вот сюда мы ее пока с вами положим. Это у нас идет Dental. Это у нас зубная паста идет. И вот таблетки как раз вот эти, да, они идут для обеззараживания, так сказать, воды, ребят. То есть наливаем воду, кидаем таблетку. Вот эту дело. А, две Water Purfication Tablets. Вот эти. Кидаем две таблетки. Полчаса. И у нас, типа, будет вода очень даже чистая. Посмотрите, греется, в принципе, хорошо. Огонь идет. Банка уже так потихонечку прогревается. Сколько по времени, я не знаю. Посмотрим. Откройте. Либо одну, либо две. Короче, подождем. Сейчас немного закрытой. 70 градусов. Типа она у нас сейчас нагреется. Одна таблетка. Температуру дает разогревать. 250 миллилитров до 70 градусов еду. В принципе, он у нас разогреет. Стоит у меня просто на пластиковом столе, как вы видите. Спокойно это дело все подогревается. Все, здесь у нас больше ничего нет. Таблетки я кидаю сюда обратно. Значит, это у нас, что касается обеда, так основное. Это у нас суп. Вот такой, да, получился у нас суп. Он уже у меня здесь практически готов. Такой густой даже стал. Проверяем. Банка уже так прям, это горяченько, ребята, нагревается. Хорошо. Значит, идет фасолевый суп. Больше надо было тут воды, ребят, сделать, да. Ну, просто я такой фасолевый суп. Греночки там идут сухие. Идут гренки. Идет фасоль. А по вкусу, братва, суп напоминает, знаете, что? Да как простой суп в пакетах продается. Там Галина Бланк, вот эти всякие кноры. Ну, что, ну ничего. Честно говоря, даже так это более-менее вкусненько. Вкусненько вот так похлебать. С сухарями хлеба не хватает. Здесь нету галетов, к сожалению, нету хлеба. Вот для этого супчика на самом деле галеты было бы... Галеты было бы само то. Очень вкусно, ребят. Суп на самом деле... Я что-то думал, ерунда будет, а получилось, что на самом деле очень даже ничего. Здесь у нас вовсю греется. Посмотрите, да? Посмотрите, огонь здесь у нас вовсю идет. Вовсю у нас второе блюдо с вами греется. Здесь у нас идет с вами кальмары. Здесь у нас идет кальмары. Их, наверное, разогревать мы даже с вами не будем. А их и не надо, да, ведь? Разогревать. Их и не надо. Здесь только сказано, что разогреть второе блюдо. А кальмары... Давайте пока у нас греется наше основное блюдо, кальмары мы просто с вами сейчас попробуем. Здесь у нас идет кремом эмбрилла. Это персиковый джем. Бля, еще это, да? Еще ужин будем с вами открывать тоже. У нас сегодня праздник живота. Я сегодня не завтракал, не обедал. Сейчас приехал здесь домой. Думаю, дай-ка я это дело все засниму. Изотоник, витамин С. Да, кстати, очень много у нас идет витамин С, витамин С. Четыре витамина С. В итоге в одном комплекте у нас тут братва идет с вами. Все, это дело убираем в сторонку. Салфетку простую убираем в сторонку. Открываем, братва, кальмары. Открываем кальмары, пока у нас там все готовится. Аккуратненько за кольцо дергаем. Ох, они в томатном соусе, ребята. Это вкусный кальмар, я вам скажу. Они уже, да, готовы. Они уже готовы. Я вилочку взял. Кстати говоря, в комплекте почему-то не было ни вилки, ни ложки. А, и вот у нас здесь, посмотрите, готовы тушки кальмаров. В массе, ребята, обратите внимание. А? А? Кальмары, блин, охереть. А что оливки еще не положили? Немного похож вкус на шпроты. Я тысячу лет шпроты не ел. Но я вам скажу, что, ребята, эти кальмары, они чем-то фаршированные. Они чем-то фаршированные. Там прям внутри очень и очень что-то вкусное. Посмотрите, кальмары в таком соусе, типа как томатный соус. Кальмары в таком соус идет. Ребята, это бомба. Вот это я остановиться не смогу. Вот это я еще одну штучку съем обязательно. Ой, ребята. Очень вкусно. Очень вкусно. Но сейчас мы с вами все есть не будем. Потому что у нас еще целая банка здесь. Еще сук паек там, братва. Так что убираем. Короче, кальмары бомба. Три штуки я съел. И получается в банке их еще там раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Еще лежит семь штук кальмаров в банке на обед. У испанского, ребята, солдат. У испанского солдафона. Банка уже очень горячая. Уже начала что-то там даже булькать. Я думаю, сейчас будем мы с вами ее уже открывать. Что-то я даже никакую тарелку здесь не взял. Вот на эту мы ее сейчас с вами аккуратненько тогда положим. Здесь у нас никакой информации толком уже не нужна. Банка реально уже прям горячая. Ставим ее с вами сюда. Наш огонь отодвигаем просто вот сюда пока в стороночку. Пускай такая у нас обстановка здесь при огне будет идти. Открываем теперь с вами данную. Ох, она полилась. Смотри, блин. Мне надо, ребят, за тарелкой сходить. И аккуратненько ее открываем. Открываем. Она горячая, зараза, ребята. Во. Аккуратненько. Аккуратненько вот так открываем. Давайте я сейчас пронесу нам тарелку, братван. Либо так прям, да, как видите. То есть у нас здесь идет фасоль. Обратите внимание. Фасоль с брокколи. И посмотрите на этот кусок мяса. Я не знаю, сколько там мяса. Но посмотрите на это мясо, ребят. Сейчас я вам подниму банку. Смотрите. Посмотрите, ребят. Идет пар здесь. Как вы видите, да. То есть нагрелось. Это у нас куски мяса здесь такие прям лежат. Фасоль идет. И брокколи идет. Пробуем мясо. Что за мясо? Мясо горячее. Разогрелось сильно. Очень вкусное. Очень вкусное. Это не курица, ребят. Это не курица. Это типа постная свинина такая. И здесь у нас с вами идет. Это уже идет фасоль. Ребята, в перемешку с курицей. Посмотрите. Еще один кусок мяса тут идет. Смотрите. Раз кусок мяса. Один мы с вами съели. Два кусок мяса. Три кусок мяса. Посмотрите. Бекон вообще. Вот это прям жирненький такой кусочек. С беконом, короче, да. Постная свинина такая. Мясо, ребят. Смотрите. Четыре кусок мяса еще. Издалека там вытащил вообще. И смотри, как он здоровый. С полбанки, блядь. Реально с полбанки, ребят. Смотрите. Пробуем его. Ребята, приятного аппетита всем. Кто-то скажет. Санек, ты что, блядь, хаваешь тут сидишь? Ну вы же хаваете, когда я стримы провожу. Ну если вот это все перемешиваем. Очень вкусно, ребят. Фасоль, картошка, брокколи. Вот это у нас идет. Брокколи, да. Мы брокколи частенько делаем. Брокколи, картошка, фасоли много. И мяса нереально много. Доедать я сейчас это все не буду. Это мы сейчас дело с вами закроем. Покушаем попозже. Короче. Итак, что у нас на обед. Итого в испанской армии. Это, значит, суп. Суп с фасолью тоже. Кстати, у них упор идет на фасоль. Да, суп с фасолью там идет. Кусочки мяса были. И немножко сухарики там были. Вот здесь у нас идет фасоль, картошка, брокколи и мясо. Вы сами видели, сколько мяса. Я реально уже куска, наверное, три съел. Здесь еще, здесь вообще, смотри, мясо. Это колбаса. Колбаса чуррито. Ребята, это бомба. Это бомба. Извините, я не могу остановиться. Как вы видите, по мне, поесть я люблю. Да, все мы любим поесть. Ну, это очень вкусно. Значит, супчик. Фасоль с картошкой, с мясом. Причем мяса нереально много. И такой у нас еще здесь кальмары фаршированные. Они еще у нас в соусе примерно как шпротный такой соус идет, ребят. Но вот эти кальмары, чем они фаршированы, я точно не понял. У меня это очень вкусно было. Там какой-то типа другая рыба что ли лежала или что. Ну, в общем, кальмары тоже огонь, ребята. Вот реально огонь. Разогрелось махом. Таганок хороший, кстати. Толкостенный такой идет. И у нас здесь в комплекте салфетки. Написано в роликах 10 штук. Давайте проверим. Я завтрак не открывал. Да, вот они здесь идут. Такие салфетки. Реально их здесь нереально, да? Реально их здесь 10 штук. Все, погнали. Третий. Третий пакет у нас ужин. Бляха мук. Он тоже тяжелый, здоровый. Я, наверное, уже есть здесь много не буду. Здесь у нас суп вердурос. Соп вердурос. Это чисто овощной суп. Сопа де вердурос. На ужин идет у нас овощной суп, ребята. Убираем в сторонку. Далее. Что у нас такое там пробежало? Идет две банки запечатанных. Фуэрзас Армадас. Карне де вакуна энд салса. Не знаю, что такое. Но вообще вакуна, если мне память не изменяет, это что-то связано с чем-то вкусным. Вроде как, да? У нас здесь Фуэрзас Армадас тоже самое. И тоже. Не, здесь Метадас, Депера, Олимбар, Легера, Экстра. Давайте это дело мы с вами сейчас не откроем. Сразу эти две штуки поглядим. Не буду я даже это сейчас разогревать, братва. Что-то здесь какой-то соус у нас идет. А-а-а! Понял, понял, понял. Ребята, это знаете, что такое? Это консервированные персики, ребята. Да, 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 да. Да, ребят, это, посмотрите, консервированные персики. Вот так они у нас выглядят. Сладенькое, вкусненькое. Хорошо. Убираем в сторонку. Далее. Здесь у нас что? Ну, это да, уже полегче, да, такой ужин типа у нас идет. Это знаете, что такое? Походу я знаю. Тунец, что ли? А, нет, 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 нет. Это надо было как раз вот разогреть. Ребята, это чисто мясо. Угу. Да. Мари. Мари, братва. Мари. Я в ахере. Это чисто мясо. Понимаешь? Ребят, приятного аппетита всем. Всех люблю. Хейтов в комментариях не надо писать. Вы все красавцы, бля. Смотри. Смотри, 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 смотри. Чисто мясо. Чистое мясо, ребята. Ребят, бомба. Реально бомба. Я сейчас это добавлю. Фасоль. Фасоль, картошку. Мясо. Это бомба. Далее поехали. Я извиняюсь, братва, но это вкусно. Далее поехали. Мари. Это паштет. Хлеба нет, ребят. Почему в комплекте нет хлеба, мне, честно говоря, непонятно. Это у нас идет паштет. Сейчас узнаем, рыбный или мясной. Это рыбный паштет, ребят. Рыбный паштет, ребят. Реально вкусный. Но, к сожалению, тоже нет хлеба. И открываем последнюю с вами. Последнюю консерву. Не знаю, что у нас здесь. Но что-то какой-то бульончик у нас тут присутствует. Ебама, рама, ребята. Еще рыба. Слушай, вот это ужин. Охереть. Вот это ужин, ребят. Я, знаешь, по чуть-чуть попробовал. Я реально уже сытый. Хотя я сегодня вообще не ел. А время сейчас пол третьего. Пол третьего дня, ребят. Это рыба. Это рыба, братва. Посмотри. Посмотри, какие кусочки рыбы. Это реально рыба. Она соленая, ребят. Это скумбрия. Это скумбрия. Это маринованная скумбрия. Соленая. Прямо реально маринованная соленая скумбрия. Ребят, это нереально. Это бомба, ребят. Как вам такие видосики, ребят? Еще что заснять вам? Говорите. Интересного. А я пока вот эту скумбрию поем, братва. Это мой первый такой опыт распаковки. Мы сейчас мясо поведим обязательно. Первый опыт распаковки. Сухпайка. Если вам, братва, понравилось. Хотите видеть что-то подобное. Что-то интересное. Не стесняемся, ребят. Пишем в комментариях, что бы хотело. Наберет видосик лайкусиков прилично. Нормально так прям, да? Мы еще с вами закажем какой-нибудь английский, французский. Что тут рядом со мной есть? Марокканский, может быть, да? Что-то такое закажем. А сейчас, ребята, всех еще раз поздравляю с 23 февраля. Вот это мясо за вас. Всех, ребята, поздравляю с 23 февраля. Счастья, радости, ребят, всем желаю. Служу Отечеству. Ставим лайки, пишем комменты. Как вам? Что? Извиняюсь, что чавкал на камеру. Это распаковка хавки. Мы с вами готовим еду, да? У меня бывает иногда видосик. А сейчас распаковка хавки была. Если понравилось, лайкусик продавили, с друзьями поделились. Закажем еще, если что, английский сухопаек, там, французский. Может быть, русский, у кого есть, пришлете, ребят. Украинский, может, у кого есть, тоже пришлете. Тоже это дело все с вами запишем. Всем спасибо, ребята. Всем счастья, здоровья. До новых встреч. Пока-пока.